...способ на 100% защитить себя и свой компьютер, записывать диски самому. Подробности у Андрея Золотарёва. CD-диск на сегодняшний день самый распространённый носитель информации. Его ёмкости от 600 до 700 мегабайт вполне хватит для хранения огромного количества документов или музыкальных файлов. А в отфиде даже в среднем качестве на CD поместятся не более полутора часов. При этом самостоятельно записать информацию можно далеко не на все CD-диски. Носители, предназначенные для записи, маркируются буквами R или RW. CD-R позволяет записать информацию однократно, а CD-RV позволяет записывать информацию многократно до тысячи раз. Безусловно, это уже величина чистоусловная, но тем не менее она существует и, в общем-то, ей может быть кто-нибудь и воспользуется. Мини-CD отличаются от своих старших собратьев размером, они вдвое меньше, и ёмкость – около 200 мегабайт. Такие диски подойдут для постоянного ношения важной информации. Их очень удобно класть в карман. DVD, наоборот, респектабельный формат для солидного количества информации. Стандартная ёмкость – 4,7 гигабайта. Хватит на всё. Записывающие DVD-приводы могут также обрабатывать и CD-диски. А вот CD-ROM они смогут не только записать DVD-диск, но даже и прочитать его. DVD-диски, предназначенные для записи, также маркируются буквами R, перезаписывающие RW. А вот загадочные символы – плюсы и минусы на диске – это обозначение типа DVD-привода, для которого они предназначены. Человек, который купил DVD-привод первого поколения, должен обратить внимание на то, какие диски он у него читает этот привод – DVD-плюс или DVD-минус. Но в настоящее время эти два формата, в общем-то, сблизились в связи с тем, что многие производители выпускают универсальные DVD-приводы, которые позволяют использовать и формат DVD-плюс и DVD-минус. Надпись Printable на упаковке означает, что обложка диска поддаётся печати на принтере, если, конечно, сам принтер поддерживает эту функцию.